Если так говорить простым языком, как научиться любить и как перестать завидовать? Ну, это действительно нужно быть высоко духовным человеком, чтобы не обладать страстями, которые человек оставит в противовес любви, в противовес тому, чтобы быть жертвенным. Прежде всего, необходимо быть человеком верующим и человеком, стремящимся в Царствие Небесное. Человек, который любит, это человек, который способен на очень большую жертву. Тот, который готов посвятить себя для того, чтобы другому было лучше, хорошо или прекрасно. Тот, который может даже свою жизнь отдать для того, чтобы другой человек жил, радовался, благодарил Бога. Чтобы не завидовать, нужно, может быть, избавиться от каких-то комплексов. Потому что зависть – это все-таки такая психологическая проблема и духовная проблема. она больше привязывается к тем людям или страсть эта открывается у тех людей, которые, может быть, не знают себе цену или не любят совершенствоваться. Поэтому таким людям очень часто подсказываешь и на пастырских беседах, и на исповеди, когда люди осознают, видят за собой такое состояние души, чтобы больше развивался такой человек, чтобы повышал свою самооценку, чтобы знал свое место в обществе, чтобы умел, наконец, правильно молиться, чтобы умел правильно находить свое место в жизни церкви.